Добрый день, дорогие друзья! На своём четвёртый урок грамматикума. Мы проходим с вами глагол «être», но сначала повторим с вами то, что было в третьем уроке. В третьем уроке я попросила вас проспорегать глаголы в отрицании список. Посмотрим глагол, который начинается с гласа. Это глагол «utilise» – «использовать». Что получилось? «Je n'utilise pas l'ordinateur». Я не использую компьютер. «Je n'utilise pas l'ordinateur». Ensuite, «tu n'utilises pas l'ordinateur». Ты не используешь. «Ин н'utilise pas l'ordinateur». «Эль н'utilise pas l'ordinateur». «Nous n'utilisons pas l'ordinateur». «Vous n'utilisez pas l'ordinateur». «Ин н'utilise pas l'ordinateur». «Эль н'utilise pas l'ordinateur». И давайте, почему по-бестей. «Je n'utilise pas l'ordinateur». «Tu n'utilises pas l'ordinateur». «Ин н'utilise pas l'ordinateur». «Эль н'utilise pas l'ordinateur». «Nous n'utilisons pas l'ordinateur». «Vous n'utilisez pas l'ordinateur». «Ин н'utilise pas l'ordinateur». «Эль н'utilise pas l'ordinateur». «Ин н'utilise pas l'ordinateur». И наш глагол «être», он нам очень важен, потому что с ним, во-первых, много-много-много сочетаний, во-вторых, он используется как глагол «связка», как глагол «помощник» в сложных временах. Так что его нужно выучить сто процентов хорошо и помнить, как он пишется. Прочтем. «Je suis», «я есть». «Tu es», «ты есть». «Il est», «on есть». «Elle», «on есть». «Nous sommes», «мы есть». «Vous êtes», «вы есть». «Ils sont», «они». «Elles sont», «они есть». Быстро. «Je suis», «я помогаю себе рукой». «Je suis», «tu es», «il est», «elle est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont», «elles sont». Почему? Потому что звук у нас может спрятаться внутри, как это нам характерно, когда мы говорим по-русски, и когда я делаю движение рукой, я помогаю ему выйти. «Je suis», «tu es», «il est», «elle est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont», «elles sont». Посмотрим в отрицании этот же глагол. «Je ne suis pas», «tu n'est pas», «il n'est pas», «elle n'est pas», «nous sommes pas», «vous n'est pas», «ils ne sont pas», «elles ne sont pas». Обратите внимание, не рубите. Это всё должно быть как единое слово. «Je ne suis pas», человек, который вас услышит, когда вы сами повторяете слух, и кто-то будет проходить мимо, подумает, что вы назвали одно слово. «Je ne suis pas», «je ne suis pas», «tu n'est pas», «il n'est pas», «elle n'est pas», «elles ne sont pas», «vous n'est pas», «ils ne sont pas», «elles ne sont pas». Уберите эту рубленность, тренируйтесь. Это нам сложно, потому что у нас русский язык, он и ударный такой, и привыкли мы всё рубить, и от этого нужно отходить. Сочетания, в которых этот глагол используется, с национальностями. «Je suis russe», «я русский». «Je suis en retard», «я» дословно «в опоздании», то есть «я опаздываю». «Je suis en retard, désolé», «простите, я опаздываю». «Alors», наоборот, «вовремя», «en avance», «придти раньше», «malade», «заболеть», «быть больным» дословно. «Профессор», «профессия», «je suis профессор» без какого-либо артикля, «я преподаватель». И bien, посмотрим этот глагол с сочетаниями. «Je suis en retard», «я вовремя», «tu es en retard», «ты опаздываешь», «il est en avance», «on раньше», «elle est en retard», «una вовремя», «nous sommes en retard», «apаздываешь», «il уже опоздал», «vous êtes en avance», «ranche», «ils sont en retard», «elles sont en retard», «elles sont en retard». Tu es un retard, il est un avance, elle est à l'heure, здесь я делаю сочетание, il est un avance, elle est à l'heure, дальше, nous sommes un retard, здесь не делаю, vous êtes, здесь у нас произносится z, здесь нет связки, vous êtes un avance, ils sont, соединяю, à l'heure, elles sont un retard. Правило связок достаточно объёмное, я, к сожалению, не могу вам его в данном курсе дать, но в курсе фонетики он есть. Bon, on y va, в отрицании, je ne suis pas malade, я не болею, я не есть больной, tu n'es pas malade, ты не болеешь, il n'est pas malade, elle n'est pas malade, nous ne sommes pas malade, тут добавилось s, потому что это множественное число, vous n'êtes pas malade, ils ne sont pas malade, elles ne sont pas malade, обращаю ваше внимание, что здесь мы ставим такие скобки и s в них, что это значит, когда вы видите эти скобки, это значит, что у вас есть такая возможность, то есть вы думаете, вы это кто, потому что вы я могу одного мужчину называть на вы, и тогда здесь не будет s, точно так же я могу одну женщину называть на вы, и там тоже не будет s, если уже два человека и больше, то там будет s. Давайте произнесём ещё раз, обращайте внимание, можете записаться на аудио, рубите вы эту фразу или нет, эта фраза, хоть она и длиннее, чем предыдущая, тоже должна произноситься как единое целое достаточно плавно. je ne suis pas malade, tu n'es pas malade, il n'est pas malade, elle n'est pas malade, nous ne sommes pas malade, vous n'êtes pas malade, ils ne sont pas malade, elles ne sont pas malade. И я вас прошу остановить это видео, ещё раз прочесть, и когда вы произносите это, вы прям должны смысл этой фразе уже давать, то есть не просто повторять за мной механически, а я не болею, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, он не болеет, tu n'es pas malade, nous sommes pas malade, мы не болеем, etc. То есть, чтобы у вашей фразы с самого начала, у каждого слова был смысл, который вы понимаете, осознаёте, так и нужно. Eh bien, c'est tout, это всё, в следующий раз будем учить с вами глаголов voir.